По поводу чего ждать дальше от России, тяжело гадать, но вот именно после удара по Ахмадиту, о котором мы уже так же с вами говорили, Захарова заявляет, что киевский режим оказывается, затевает циничную провокацию против своего же населения, конечно же, кто еще, которое связано с разрушением дамб Днепровских водохранилищ. То есть я так понимаю, что это уже намек на следующий какой-то удар Российской Федерации, и все же, достаточно, скажем так, была ли реакция и жесткая ли реакция мира на удар по Ахмадиту, чтобы Россия повторила нечто похожее или что-то большее? Ну, понимаете, в чем дело? Путин такой человек, давайте так, разделим это опять на этажи. Значит, что бы ни происходило, Россия будет вести войну вот так, как она ее ведет, независимо от того, что говорит Захарова и независимо вот от этих криков, ну вот завтра мы ударим. Им нечем ударять все, что в печи на стол мечи. Они дали все, что у них есть, понимаете? Поэтому в этом смысле война никак не может измениться. Вот она есть, как есть. Они провалили Харьковскую операцию, понимаете, в очередной раз. Вот они думали, ну вот сделаем там котел и так далее. Короче говоря, вооруженные силы Украины в тяжелейшей ситуации отбили это дело, понятно. Значит, они будут дальше пулять ракеты, потому что вот этих Х-101 у них много, у них много ракет, понятно, да? И как мы не стараемся, ну вы понимаете, да? Вот сейчас идет крупная разборка, между прочим, каким образом в городе, где стоит лучшее ПВО, пролетели вот эти две ракеты и там еще пролетело, понятно, да? То есть война идет, как война. Теперь ядерное оружие. Не думаю, что Путин сторонник какого-то ядерного оружия. Во-первых, он хочет жить. Вот все, что он делает, направлено на то, чтобы жить долго, остаться в истории. Все эти разговоры, что не будет России, мы будем на небе, вот это, знаете, вот эти вот его разговорчики. На самом деле выжить, кремы, какие-то там олени рога, вот это вот все, понимаете? Вы посмотрите, как он себя ведет. К нему не подойдешь. И дело не в том, что, например, там типа он боится, что его убьют. Он продолжает встречаться с людьми на 10 метров от него люди стоят, понимаете? Еще неизвестно, это он или его двойники, потому что там иногда в одно и то же время он появляется и там, и там. Но мы сейчас говорить об этом не будем. Ну, Путин, понятно, да? Теперь Дамба. Понимаете, в чем дело? Он, конечно, может это сделать. Но, во-первых, Дамба, вы знаете, как это строится. Это не Каховская ГЭС, где они подорвали ее изнутри, понимаете, да? Потому что они ею владели. Тут серьезнее. Это строилось с учетом ядерной войны. Поэтому по ней можно бить, но если они ударят по Дамбе, то даже, ну, если Дамба разрушится, будет, конечно, большая катастрофа и так далее, да? А если они ударят по Дамбе, и она не разрушится, и вот это вот. У меня вопрос. А что вы с этого, ребята, будете иметь? Ну, вот что они будут иметь с ударом по Дамбе? Ничего. Как бы элемент испугать украинцев, мы уже пуганы. Показать, что это людоедский режим, который хочет устроить катастрофу невиданную, которую свет не видел, да? Ну, как-то тогда уже и НАТО начнет воевать, понимаете? Потому что... Поэтому украинцы, естественно, этого делать не будут. Даже с целью, ну, понимаете, провокации и так далее. Потому что с огнем не играют. Там, естественно, стоит ПВО, которого у нас мало. Поэтому, понимаете, вот с точки зрения прибыли какой-то, хоть копеечной, я не вижу необходимости бить по Дамбе. Ну, просто нет такой необходимости. Он ничего с этого не получит, кроме как ему навешают... Не буду говорить, чего, нецензурно это. Поэтому я думаю, что... Знаете, есть такой как бы негласный... Вот вы заметили, что... Ну, например, они же могли бы ударить, например, по Софии Киевской. Понимаете, да? Взять, сделать атаку и уничтожить историческую святыню, чтобы показать, нету Украины. Понимаете, ее нет. Вот вы видите, что сделать? Ну, последствия же этого будут невероятные. Понимаете, давайте прямо рассуждать. В этой войне уже пройдены все красные линии, которые могли пройти. Вот сейчас появится F-16, я имею в виду, как красная линия. Понимаете? Маша Захарова выпьет стопку водки и опять что-то такое скажет. Медведев прорычит. Но это уже все. Они ответить могут только ядерным оружием или массовой атакой на Софию Киевскую или, например, на вот эту плотину. Понимаете? Они ввели... У них нет резерва. Причем не количественного, а качественного. Вот у нас сейчас появятся самолеты. Это качественные изменения вооруженных сил Украины. А у них самолеты, ну, летают, да. А мы их сбиваем. Поэтому не так все у них хорошо. Они, конечно, не спят. Они все модернизируют. У них все работает. Но не так все блестяще и все разбивается об украинскую армию. Хотя они ничего не говорят в своих программах о том, что есть украинская армия. Они говорят, вот западное оружие, которое вот, которые... Они говорят, что там будут пилоты, значит, чернявые. Они там... Ну, вот такая вот история. Пусть говорят. Что ж, благодарю вас, Матвей. Всегда, знаете, после разговора с вами немножко оптимизма добавляется точно. Уверена, что зрители наших также. Поэтому пишите комментарии. Уверена, что вам также есть что сказать. Матвей Гонопольский, журналист, телеведущий. Благодарю вас. Спасибо вам. И, друзья, заходите, пожалуйста, каждый будний день в 11 часов на мой стрим. Простите, имею право, значит, сказать. Наберите в YouTube Матвей Гонопольский или Гонопольская правда каждый вечер в 11 по Киеву итоги дня. Приходите. Буду очень рад. Спасибо. Так же, закликаю, друзья, будь ласка, заходьте и до Матвей Гонопольского и до нас. Обязково ставьте вподобайки. Цьому эфиру дякую каждому. Бережіть себе, дослухайтеся сигналів повітряної тривоги. Субтитрувальниця Оля Шор